Глава Молдова Газа Вадим Чебан обвинил Тирасполь Трансгаз в дискриминационном отношении к потребителям правобережья. По его словам, в прошлом месяце в условиях, когда Газпром почти вдвое сократил поставки природного газа в Молдове, предприятие предложило поставлять в Приднестровский регион 119 миллионов кубометров, оставив для остальной части страны лишь 52 миллиона. По словам функционера, такой план преследует цель стопроцентного обеспечения потребителя левобережья газом и электроэнергией в условиях острого дефицита энергоресурсов на остальной территории Республики Молдова. Между тем, министр Спыну прокомментировал недавние предупреждения российской стороны об очередном сокращении поставок. Господин Чебан находится с рабочим визитом в Газпроме. Надеюсь, он приедет с более подробной информацией и расскажет, что они имели в виду. Как только Газпром поставит весь объем газа по контракту, он дойдет до обоих берегов Днестра. Пока эти объемы сокращены на 50%, и мы видим, что на декабрь еще больше, на 56%. Очевидно, мы должны рационально разделить эти объемы газа, чтобы они дошли до всех граждан на обоих берегах. По словам Андрея Спыну, для обеспечения населения природным газом как минимум на два месяца необходимо примерно от 200 до 300 миллионов кубометров голубого топлива. Сейчас у Молдовы в стратегических запасах есть порядка 225 миллионов кубометров, хранящихся в Украине и Румынии. Одновременно с предупреждением о возможном сокращении нам поставок голубого топлива, Газпром обвинил Украину в том, что та не поставляет в Молдову весь объем предназначенного Республики природного газа. Однако министр инфраструктуры и регионального развития эти данные опроверг.